Александр Петрович С мальчишками работала, конечно, оно втянуло сразу, оно затянуло, потому что, наверное, это все-таки наше было. И мы с ребятами за год, вот они ничего не умели, мы за год сделали очень много, к нам приезжали со всей области, интересовались нашим опытом. После этого в школу пришел работать и младший брат Александра, Андрей. Он также окончил станкин и также не собирался быть педагогом. Однако судьба нашла и его. Он стал учителем физики. Потом был директором Центра детского творчества Пушкинская школа, директором лицея интерната в Ершове. Сейчас взял перерыв в работе. А Александр Петрович в 2001 году сменил свою маму на посту директора Захаровской школы. Руководит ею и по сей день. У нас школа, она всегда была школой добра или школой успеха, можно было назвать по-разному, так не было таких броских названий. Но это действительно, как сейчас говорят, резилиентные школы. При минимальном вложении большие результаты для детей, именно для детей. Я, наверное, и пришел с той целью, чтобы создать им здесь комфортные условия для обучения, учителям для работы, в основном, конечно, детям, чтобы детям было комфортно и удобно здесь. Сегодня в школе создана домашняя обстановка и действительно комфортные условия для учебы и дополнительного образования. На базе учреждения уже лет 15 работает секция по греко-римской борьбе. 13 лет – музыкальная школа. В школе проходят районные мероприятия, чеховские, пушкинские фестивали, квесты на английском языке. И многие дети проводят здесь все свое время – с утра до вечера. С ними работает и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Васильевна, невестка Александра Петровича, супруга его брата Андрея. Она, кстати, тоже из педагогической династии. Бабушка была учителем музыки, мама преподавала иностранные языки в Захаровской школе. Я, наверное, как все девочки, мечтала быть актрисой. Но я считаю, что педагогическая работа – это тоже актерская деятельность, поэтому, наверное, моя мечта сбылась. Александр Петрович признается, что в его роду уже лет 200 есть учителя. Супруга Ольга Алексеевна также работает в Захаровской школе уже 14 лет, преподает английский язык. Педагогами стали и обе дочери. Старшая Екатерина работает учителем начальных классов, младшая Анна учит ребят иностранным языкам. В педагогическом вузе учится и племянник Дмитрий, на преподавателя географии и китайского языка. Поэтому в большой семье Шутиковых не мыслят своей жизни без работы в школе. Это жизнь. Потому что каждый день общение с детьми, оно приносит только радость. И я не знаю, если бы не было этой работы, мне кажется, жизнь была бы скучной. Помимо того, что это, конечно, тяжелый труд, это очень колоссальное удовольствие – работать с детьми. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».